Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Итоги дня в сегодняшнем выпуске ВЕСЕЙ. И вот о чем расскажем. Военная служба по контракту – это служба в вооруженных силах России. Сегодня военнослужащие республики заключили контракт с Министерством обороны. В свои 90 лет он еще полон сил и жизненных планов. Почетный аксакал Тохтар Байрамуков отметил юбилей и преподнес подарок в школе Гюрильдэук. Самая массовая игра 20 века впервые призвала школьников Зеленчугского района поучаствовать в незабываемом марш-броске. Конный переход прошел под эгидой «День села». 50 километров прошли самые стойкие. Кому достался главный приз? Сегодня глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов провел заседание по вопросу реализации поручений президента России Владимира Путина, требующих взаимодействия органов власти всех уровней. В заседании приняли участие руководители территориальных подразделений, федеральных органов власти, глав муниципальных образований республики. Сегодня в Республиканском военкомате военнослужащие заключили контракт с Министерством обороны для прохождения службы в Вооруженных силах России. Часть из них будет направлена на СВО. Основные требования к кандидату, решившему служить по контракту – физическое здоровье, отсутствие вредных привычек и медицинских противопоказаний. Кандидаты также проходят профессионально-психологический отбор, медицинское освидетельствование, сдают физические нормативы. Контракт с Министерством обороны России могут заключать граждане в возрасте от 18 до 65 лет. Сегодня на военную службу по контракту оформили четверих добровольцев. По словам представителей военного комиссариата, в прошлом году план был выполнен в полном объеме, даже перевыполнен. В этом также наблюдается активность граждан, желающих служить по контракту. При заключении контракта получают единовременную денежную выплату, предусмотренную указом главы государства – 195 тысяч. На сегодняшний день единовременная выплата, предусмотренная указом главы КЧР – это 400 тысяч рублей и полный социальный пакет военнослужащих. Плюс денежное удовольствие от 210 тысяч в месяц до 1 миллиона рублей. Пакет, который предусмотрен для военнослужащих – это медицинское освидетельствование, бесплатное поступление в ВУЗы, ему, членам семьи и множество санитарно-курортное лечение. Традиционно в день рождения имениннику дарят подарки. А герой нашего следующего сюжета, Тохтар Байрамуков, в свой 90-летний юбилей сам сделал подарок школе Аула Гюрильдаюк – сертификат на 200 тысяч рублей. Почтенный Аксакал – один из самых узнаваемых и уважаемых старцев Карачаева-Черкесии. Он не меценат, не миллионер, а обычный гражданин, который всю свою жизнь трудился в силу возможностей и помогал людям. О юбиляре, о торжестве Мадина Каракетова. В свои 90-е он еще полон сил и жизненных планов. Глаза горят так же, как и в 24 года, когда Тохтар Хаджи Байрамуков создал семью и строил грандиозные планы на жизнь. В честь юбилея почтенного Аксакала в Аульской школе организовали настоящее торжество. Человек, который вложил очень много труда в общественные работы и решением главы администрации и главы поселения нашего района, ему присуждено звание почетного гражданина Аула Гюрильдаюк. Решение провести торжественные мероприятия в Аульской школе было принято неспроста. Тохтар Хаджи Байрамуков – сторонник образования и всестороннего развития подрастающих поколений. И сегодня, и тогда помогал молодым школьникам, которые воспитываются, талантливым детям, и оказывает всегда и материальную, и моральную помощь. И, как видите, он и сегодня, когда ему 90 лет, и сегодня продолжает помогать нашему народу, детям, молодежи. Вот и в юбилей Тохтара Хаджи в ответ на такое внимание и уважение, проявленное к его отцу, сын юбиляра Магомед Байрамуков подарил школе от имени отца сертификат на 200 тысяч рублей. Учащиеся и преподаватели организовали праздничную концертную программу, а дома Тохтара Хаджи Байрамукова с угощениями и поздравлениями ждали многочисленные родственники и соседи. Я благодарю всех, кто пришел сегодня навестить меня, и хочу пожелать нашей великой стране процветания и благополучия, устойчивости всем внутренним и внешним угрозам. Желаю, чтобы справедливость восторжествовала, и матери, чьи сыновья с честью выполняют свои обязательства, вновь обняли их, живых и здоровых. Пусть Всевышний оберегает каждого из вас. Мадина Каракетова, Медина Джанкюзова, Михак Аракирян. Вести Карачаева, Черкесия. Ужигутинский район. Сейчас прогноз погоды, а после мы расскажем о самой популярной военно-спортивной игре Советского Союза и победителях конного перехода. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков ветер южный и 5-10 метров в секунду. А в горах будут порывы до 11-14. Температура ночью 4-9, в горах минус 2 плюс 3, а днем 24-29 градусов тепла и местами до плюс 19. В Черкесии без существенных осадков ветер южный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 7-9, а днем 27-29 градусов тепла. Возродиться как феникс из пепла сумела самая популярная военно-спортивная игра миллионов мальчишек и девчонок Советского Союза – знаменитая зорница. После долгих лет небытия она вновь расправила крылья во Всемирный день авиации и космонавтики. Фатима Даурова стала очевидцем выхода зорницы на новую траекторию. Локация. Станица Зеленчукская. Правый берег реки Большой Зеленчук. Время сбора – 10 утра. Поляну, утопающую в весенней зелени, оглашает гимн России. Участники подпевают главной песни страны. После ребят приветствуют первые лица районной администрации, кураторы проекта и специальный гость, приглашенный к этому событию. Николай Константинович Шолухов. Ветеран космодрома Байконур. Участник запуска Юрия Гагарина в космос. Очевидец первого в мире полета человека к звездам поделился воспоминаниями. Начинается подъем. Взрывается ракета, дрожит земля. И под словами Юрия Алексеевича Гагарина «Поехали», ракета поднимается ввысь. Мы выбегаем из бункера и смотрим, как наша красавица ракета набирает высоту и ложится на определенную траекторию. На новую траекторию легла и любимая всеми пионерами «Зорница». Нулевой точкой, началом отсчета. Возобновление самой популярной игры пионеров Советского Союза знаменитой «Зорницы» стал сегодняшний день. И сейчас команды соревнуются в разных дисциплинах, показывая свое мастерство в завязывании узлов, в быстроте розжига костра, сборке и разборке автоматов. И к концу сегодняшнего дня судейская коллегия должна определить, какая же команда оказалась самой лучшей. Самая массовая игра 20 века впервые призвала школьников Зеленчукского района поучаствовать в незабываемом марш-броске с препятствиями в виде различных военно-спортивных дисциплин, которые им нужно было пройти быстрее и лучше всех. Всего в ней участвовали более 200 детей из 23 школ района. Девушки наравне с ребятами, а может быть и даже лучше, в чем-то проявляли свое мастерство. Оставалось три дня до соревнований, и меня начали мальчики готовить со школы. Было много порезов на руках, там слез много, пока я готовилась. Ну, потом в итоге научилась. Результат меня очень удивил за три дня. Я разбирала, собирала за 21 секунду. Вот, неполная разборка. Игра прошла в два этапа. И если первый был ориентирован на стратегические и технические дисциплины, то второй этап демонстрировал умение ребят выживать в походных условиях. Тут тебе и установка палатки на скорость, организация бивуака и, конечно же, умение кашеварить. Вот смотрю на детей, им нравится. Дети вообще горят, глазки горят у всех. Общаются между собой. 23 школы. Это больше 150 детей со всех школ. Детям нравится. Пилотная версия возобновленной игры вызвала бурю положительных эмоций как у самих участников, так и их наставников и зрителей. Взлет оказался легким. Особенно для команды из второй школы станицы Зеленчукской, которая и стала победителем. Фатима Даурова Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Развивать познавательный интерес к культуре и традициям различных народов России и родного края, а также формировать эстетическое восприятие народных праздников, помогают мероприятия, проводимые в дошкольных учреждениях. Одно из них, приуроченное к окончанию мусульманского праздника Ураза-Байрам, провели в детском саду «Солнышко» в Карачаевске. Программа мероприятий была насыщена и разнообразна. Танцы, сценки, викторины, а также игра «Подними платок». Эстафета для девочек «Помой посуду». Праздничная зарисовка из жизни карачаевской семьи – все это сделало мероприятие интересным и ярким. Гостями праздника в детском саду «Солнышко» были родители дошколят, которые посещают и это образовательное учреждение в Карачаевске. В селе Пристань Прикубанского района прошел первый в этом году конный переход протяженностью около 50 километров. В нем участвовали всадники из Ростовской области, Ставропольска и Краснодарского краев, Республик Северного Кавказа. Любой желающий мог записаться на пробег на лошадях в любой породы и всех возрастов. Однако переход оказался довольно тяжелым, и не все преодолели этот путь. Все подробности у Мурата Джанкезова. Конный переход прошел под эгидой День села. Для пристанцев это всегда доброе и светлое торжество одной большой семьи от насельчан. К нему готовятся все, от мала до велика. Каждый из них внес свой вклад в развитие села. В этом году одновременно празднуют и Ураза Байрам. И первые поздравления прозвучали от старейшин села. Я благодарю всех жителей, гостей наших, которые пришли сегодня, рождились с нами нашу радость, наши традиции, наши обычаи. Постичь взаимосвязь между нашими народами. Мы все горцы, мы живем на Кавказе, и мы обязаны все чтить наши традиции и обычаи. Поэтому всем большое спасибо и наше приветствие в первую очередь нашим гостям. С самого утра для детей работает игровая площадка. Невдалеке у огромного казана хлопочут мужчины. Ведь надо накормить сотни людей. На столах в изобилии традиционные хачины. Тем временем жакеи проверяют амуницию лошадей, получают наставление от организаторов. В пробеге принимают участие в основном лошади карачаевской породы. Карачаевская лошадь выносливая, горная лошадь. Он по всем данным, повышенный давление или как он поднимается, и все выше и выше. И 5 километров, и 6, и 7, им давление не имеет значения. И лошади сильные. Ну, потому вливают туда англичанин, чтобы был еще скоростнее. Мерседесовский двигатель туда оставляют, чтобы был и ходовой, и скоростной. Очень с детства люблю лошадей. Занималась всегда на службе верховой ездой. И вот решили принять участие. Лошадка Александра его зовут, Санечек называют. И вот дан старт. Участники устремляются в пробег по пересеченной местности, изобилующей крутыми спусками и подъемами. После трехчасового ожидания, наконец, вдалеке оставляя клубы пыли, показались всадники. Однако их количество уменьшилось. Не все лошади выдержали быстрый темп скачек. Под бурные, восторженные приветствия первым до финиша добрался Хусей Морзаев на жеребце по кличке Шанго. Полностью дистанцию, голубь об кентре прошли. 45 километров. Есть и подъемы, и спуски, и равнины. Как лошадь выдержала? Выдержала очень хорошо. Лошадь. Харашейской породы. Выдержала дорогу очень хорошо. И вот результат показал. После небольшого отдыха состоялось торжественное награждение призеров. Победителя приз составил 100 тысяч рублей. Второе 50 и за третье 30. На втором месте – Аслан Семенов. Всем четырем призерам подарили по жеребенку карачаевской породы. Приятным сюрпризом стало участие девушки-наездницы из станицы Кордоникска. Она на третьем месте. Тяжело. Подъемы, спуски, тем более подъемы перед финишем. Очень тяжело было. Прямо очень тяжелая дистанция была. Но все нормально, и с лошади все нормально, и со мной. Я сама научилась, сама обучилась, своя лошадь. Все. Так что сама все. В окружении радостных жителей села жеребцу-победителю надели чемпионскую попону. А Кусееву Мурзаеву подарили ручной работы «Карачаевский нож». Мурат Сенкесов, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня Международный день культуры. Он посвящен сохранению и развитию науки, искусства и национальных традиций. Праздник способствует расширению культурного обмена, сохранению красоты и созиданию. Через культуру мы знакомимся с традициями разных народов, тем самым сохраняя память о них. Многие занимаются культурным туризмом, охраняют и восстанавливают памятники и элементы исторического наследия. Именно культура делает человека личностью и сплачивает людей. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Алла такси». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин